Сарга 10. О нисхождении знания. Васиштха сказал, истина Брахмана или природа всего называется судьбой. Она является причинностью причины и следственностью следствия. Поэтому, прибегнув ради собственного блага к усилиям, твоим постоянным спутникам сосредоточь все внимание, все силы своего ума и слушай мои слова. Чувства сталкиваются с пути к колесницу ума. Скорее обуздай и успокой их собственными усилиями. Я растолкую тебе учения, приносящие успех и в этом мире, и в мире ином, приносящие результат человеческих устремлений и объясняющие суть пути к освобождению. Решительно оставив обусловленности сансары, чтобы не возвращаться к ним вновь. Чистым умом, погрузившись в полноту спокойствия и умиротворения, внимай о рама этому учению. Оно избавляет ум от влечения к предметам наслаждения. С помощью понимания смысла писаний, касающихся действий и знания, успокоив разум, оно способствует утверждению в собственной природе. Я объясню тебе этот путь к освобождению, разрушающий радости и страдания сансары и являющийся единственным инструментом обретения высочайшего блаженства. Услышав этот рассказ об освобождении, вместе со всеми, кто устремлен к истине, ты достигнешь высшего состояния без страданий, в котором нет разрушения и смерти. В прошлую эпоху сам великий создатель Брахма поведал это знание, приносящее конец всем страданиям и полностью успокаивающее ум. Рама спросил. У мудрый, скажи мне, почему саморожденный рассказал это и как ты обрел эти знания? Васиштха ответил. Бесконечно проявляющийся атман, вездесущий и пребывающий во всем, пространство чистого сознания, неразрушимое по своей природе, сияет в каждом живом существе. Затем из неизменного сознания, незатронутого волнением или его отсутствием, был рожден Вишну, как волна рождается из океана, полного струящегося нектара. Создатель Брахма появился из лотоса его сердца, чья сердцевина – гора Меру, чьи лепестки – направление, а многочисленные тычинки – звезды. Он, знающий веды и их смысл, в окружении множества богов и мудрецов, сотворил всю вселенную, подобную потокам разнообразных мыслей в уме. В этом месте, называемом Бхарата, расположенном на окраине континента Джамбудвиппа, он создал огромное множество живых существ, погруженных в страдания и болезни. В его творении рожденные существа были подвержены страданиям, происходящим от богатств и нищеты, череде везений и невезений, рождений и смертей, многочисленными и разнообразными несчастьям. Увидев терзание людей, всемогущий Создатель всего творения проникся со страданием, как отец при виде мучений сына. Он на мгновение глубоко задумался о том, как избавить этих несчастных смертных от страданий. Размыслив, Создатель Брахма сотворил аскезы, закон Тхарма, добродетель, подаяние, правдивость и священные места для поклонений. Породив это, Создатель снова задумался, этими путями люди в творении не смогут полностью избавиться от страданий. Только знанием истины обретается окончательное блаженство, именуемое нирваной, после чего достигший его больше не рождается и не умирает. Ибо только знанием человек может пересечь океан сансара, но не телесными практиками, подаянием или поклонением святыням. Для избавления этих несчастных людей от страданий я явлю очевидное надежное средство. Решив так, Брахма в своей лотосной обители создал меня одной силой своей мысли. В то же мгновение я был порожден отцом, как волна рождает волну, о безгрешный. Отражение Творца, держащий, как и он, четкий и сосуд для воды в руках, я поклонился и приветствовал его. Подойди ко мне, мой сын, произнес он, сидя в своем лотосе, подобном лунному свету, сияющему в белых облаках, и приблизил меня жестом руки. Облаченный в оленью шкуру, мой отец Брахма обратился ко мне, тоже облаченному в оленью шкуру, как царственный лебедь, обращается к другому лебедю. Лишь на мгновение, мой сын, пусть твой ум, став беспокойной обезьяной, затуманится невежеством, которое покроет его, как лунные пятна покрывают луну. Его слова тут же стали для меня проклятием. Я потерял все понимание истины и забыл свою чистейшую сущность. Вслед за этим я погрузился в страдания. Лишенные понимания, терзаемые болью и мучениями, подобными несчастному, оказавшемуся в нищете, я подумал. Увы, почему я страдаю в этой ужасной сансаре? И оцепенел в молчании. Затем мой отец обратился ко мне. Почему ты страдаешь, мой сын? Спроси меня о том, как прекратить страдания, и навсегда станешь счастливым. Тогда, сидя на золотом лепестке лотоса, я вопросил Создателя всей Вселенной о лекарстве от болезни сансары. Я спросил, о Всевышний, как возникает сансара, полное страданий, и как человек может от нее освободиться. Тогда отец открыл мне очищающее, высочайшее знание истины, познав которое, я мудростью как будто даже превзошел родителя. Потом, обратившись ко мне, знающему все, что должно быть познано, и пребывающему в своей изначальной природе, Создатель мира, исконная причина всего, сказал. Мой сын, скрыв от тебя знание проклятия, я принудил тебя спросить о главнейшем знании на благо всех людей. Теперь твое проклятие уничтожено. Ты обрел высочайшую мудрость и пребываешь, как и я, единым сознанием, подобно золотой руде, посредством очищения, превращенной в золото. Теперь иди на землю, в страну Пхарата, на континенте Джамбудвипа, усадху, ради блага всего человечества. Там, мой сын, должным образом учи ритуалам и поклонениям тех, кто склонен к действиям и ритуалам. Тех же, чей ум бесстрастен, кто разумен и склонен к исследованию, учи этой мудрости, приносящей блаженство, осадху. Так, по указанию своего лотоса рожденного отца, я нахожусь здесь до тех пор, пока продолжаются рождения существ Орама. Нет ничего, что я должен делать, и я не стремлюсь ни к чему. Я остаюсь на этой земле с успокойными, как в лугоком сне, мыслями. Хотя я действую, я не совершаю никаких деяний. Такова сарга десятая. О нисхождении знания книги второй о пути искателя Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению записанной Валмики. Субтитры создавал DimaTorzok